Таких небольших одноэтажных домов характерного казачьего стиля в Черкесске осталось совсем немного. Особый колорит придают строению деревянные ставни на окнах. Большая редкость в наши дни. Хозяин дома, потомственный казак Александр Григоров рассказывает, что ни за что не поменяет их на современные, пластиковые. Говорит, нет в них души. В этом доме прошло его детство. С этим местом у него связаны самые теплые воспоминания. У нас бабушка всегда пекла свой хлеб. Каждый день она пекла, потому что семья большая. В день по несколько раз. Печь стояла русская. Напечет. Пока он еще толком остывает. Но он запаривается. Завернутый полотенцами запаривается. Но он не успевал запариваться. Детвораж бегает. То кусок отломишь, то еще что-то. Бабушка целый день стояла всегда около печи. Вот этот... Я не знаю. Такой... Я еще... Вернее, как сказать. Я больше хлеб такой не кушал. Такой огромный паравай. И просто... Еще из детства то, что остается. Вкус детства, что называется. Память эта детская. Красный террор, начавшийся после издания большевиками в 1919 году печально известной директивой расказачиваний, не обошел и эту семью. Одного деда мы как бы и знать не знаем. Его забрали. И архивы до сих пор некоторые закрыли. Вместо юбилейного раньше тюрьма была. Вместо поселка юбилейного. И вот мать рассказывала, была маленькой. Утром понесли покушать туда. А уже никого и не было. В общем, всех буквально за одну ночь вывезли. Сколько пытались архивы найти, и так оно все закрыто. В общем, как бы и найти мы до сих пор не можем. Кто где. Несмотря на то, что советские власти всячески старались подавить саму память о казаках, дух казачества внутри семейного очага Григоровых горел всегда. Родители, дедушки и бабушки, братья и сестры, вспоминает Александр, отличались сильным характером. Но особенно его дед, Иван Терентьевич, настоящий казак, строгий, но справедливый. Своим примером, приучивший детей, а затем и внуков, к трудолюбию и дисциплине. Родители все на работе. А у бабушки, ну, все внуки. Нас было много внуков. И все, как бы, возраст шел. У всех два года разница. Пацан-девчонка, пацан-девчонка, пацан-девчонка. И вот такой, ну, дети, естественно, бардак в домике устроят. Он зайдет молча. Посмотрел на этот весь бардак. На стене всегда, вот, до сих пор там его память, арабник висел. На этот арабник глянул. Достаточно было его взгляда. Никакие жесткие меры не заставили забыть свои традиции и культуру, которые выражаются во всем. В семейном укладе, в устройстве быта. Ну, здесь совсем недавно печка стояла у них еще. И даже пытались там готовить что-то. В кухне у нас осталось, кстати, Александр Ильич варит очень вкусную, пикантную, степную кашу. Вот это из тех давних рецептов. Бабушка, вот, лежат пяльцы там, вяжет. Учит дочку нашу, внучку свою. Всем этим премудростям, крестиком они вышивают тут с бабушкой. Из покон веков казаков отличала любовь к родной земле, уважительное отношение к старшим и, конечно, главная казачья ценность – православная вера. Семья Григоровых старается не пропускать ни одной службы. Каждые выходные они приходят в Покровский храм. Мы приходим в семью. У меня душевный покой, спокойствие на душе. И вообще, это наша христианская. Как бы, казак обязан быть всегда у церкви. Покровская церковь Черкесска – старейший казачий храм. Год назад здесь была установлена табличка, посвященная баталпашинским казакам и членам их семей, невинно пострадавшим в 20-е, 30-е годы прошлого столетия. В этом году пандемия коронавируса не позволила провести традиционный массовый митинг, приуроченный к скорбной дате 24 января. И все же, пусть и небольшим числом, казаки собрались, чтобы помолиться и почтить память своих предков. На сегодняшний момент нет людей, которые бы все это видели. Но и документальные сводки, и исторические документы рассказывают о тех страшных днях, которые пережили наши казаки. И царствие небесное тем казакам, которые положили свои головы. И слава Богу, что мы казаки. Баталпашинский отдел пострадал практически на 100%. Или выселили, или расстреляли, и расстреливали. Причем не просто, но и малых, и женщин, и детей, и стариков. Всех неудобных. Или высылали в Сибирь. Причем в лютый мороз это было все сделано. Сажали, в чем есть, на телеге и увозили. Представьте себе, как наши предки, какие понесли лишения. Мы должны своим примером показывать подрастающему поколению, что память о том, что было сделано, должна храниться. И что наши предки не даром отдали свои жизни. Почему они были верны. Как они присягнули царю, они его не предали. Отечеству. Церкви. И если мы это будем хранить, вспоминать, то и нам будет хвала и честь. И так же это, чтобы наши дети это помнили, и продолжали эти традиции. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, сколько же всего казаков было истреблено в результате красного террора. Но в любом случае, расказачивание – трагичная и позорная страница российской истории. Возрождение казачества началось с 90-х годов прошлого века. Несмотря на геноцид и репрессии, казаки смогли выжить в советских условиях и снова надеть свои яркие национальные одежды. Сегодня казаки принимают активное участие в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, а также участвуют в восстановлении и благоустройстве церквей и храмов, обеспечивают безопасность массовых мероприятий. Мария Клокова, Миха Каракелян. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова